И к другим темам. Последние годы развитие шелковой отрасли Узбекистана в ракурсе трендов мирового рынка шелка. Основным фактором является переход к ластерному методу, включающему весь процесс производства готовой продукции, начиная от развития кормовой базы, заготовки коконов тутового шелкопряда и заканчивая их глубокой переработкой и реализацией на экспорт. Также налажено сотрудничество в сфере с другими странами, среди которых Азербайджан и Таджикистан. Шелководство Узбекистана в относительно короткие сроки стало одним из динамично развивающейся отрасли экономики страны, задействованной неиспользовавшейся ранее возможности. Налажено сотрудничество не только с государствами Центральной Азии, но и с такими странами ближнего и дальнего зарубежья, как Италия, Франция, Грузия, Азербайджан, Россия, Китай, Индия, что уже даёт свои положительные результаты. Интерес зарубежных специалистов в изучении достижений и опыта Узбекистана в сфере шелководства растёт из года в год. На эти цели, а также укрепление сотрудничества направлен и визит делегации Азербайджана в составе представителей Азербайджанской промышленной корпорации, компанию Азерия и ПЕК, которые побывали в ассоциации Узбеки Паксануат. Выгодные соглашения позволяют открывать новые аспекты сотрудничества, в укреплении которого отмечалось, ключевую роль играют визиты глав двух государств. Внимание, уделяемое развитию партнёрских отношений в сфере шелководства на высшем уровне. Примечательно то, что шелковая промышленность Азербайджана теперь будет совершенствоваться на основе опыта Научно-исследовательского института шелководства нашей страны. В ходе визита состоялись переговоры с членами делегации в области реализации перспективных проектов. Гости посетили Научно-исследовательский институт для ознакомления с научными и практическими достижениями узбекских учёных. Мы думаем, что есть огромные перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Узбекистаном в развитии шелководства, потому что Узбекистан, как мы знаем, имеет огромный опыт, является одним из самых крупных производителей в мире. И в Узбекистане созданы эффективные кластеры по шелководству. И мы сегодня обсуждали вопросы сотрудничества в трёх направлениях. Это первое – формирование кормовой базы, то есть агротехническая часть. Второе направление – это создание правильного интегрированного кластера. И третье направление – опыт в производстве. Учитывая огромный опыт Узбекистана и развитие этой промышленной отрасли, и также выращивание коконов, нам было бы очень интересно сотрудничать с узбекими специалистами, друзьями нашими. Я вижу уже несколько точек соприкосновения, где мы можем совместно работать. Это и область выращивания коконов, плюс дальнейшая переработка продукции, переработка и производство готовой продукции. Повышение качества, улучшение экономических показателей, снижение себестоимости. Данный визит стал плодотворным для обеих сторон. Гости получили возможность наблюдать за научными и практическими процессами, такими как селекция и генетика семян тутового шелкопряда и сортов шелковицы, подготовленных учёными института в весенний сезон, а также обменяться опытом. Звучало, в Азербайджане будет внедрена узбекская модель в сфере производства шёлка. В этом направлении представителями ассоциации «Узбеки» и «Паксануат» уже налажена системная работа. Ответственные специалисты наряду с обсуждением вопросов сотрудничества уделяют внимание и разъяснению опыта нашей страны, его потенциал.